До этого сладости врачам, а теперь подарки детям. Волонтёры в период пандемии трудятся в особом режиме, но при этом не забывают и о лирических моментах. Как известно, добрых дел много не бывает. Свидетелем ещё одного стала Юлия Логачёва. Праздник прошёл, а презенты вручили ещё не всем. Волонтёры благотворительного фонда «Добро в действие» в этот раз приехали с особой миссией. Достаточно давно сотрудничаем с данной детской поликлиникой. Помогаем им различными продуктами, различными товарами. Сегодня решили, ко дню защиты детей, сделать такой детский уголок, который будет радовать и взрослых, и детей. Игровой уголок разделили на несколько зон. Это творческая. Здесь дети смогут порисовать. Есть карандаши и раскраски. Это зона развивающая, со специальными играми. Ну а здесь ребята смогут отдохнуть в таком замечательном бассейне с шариками. Сейчас, в период пандемии, основную работу, рассказывает главный врач больницы, ведут на дому. Двери поликлиники открыты только для пациентов, которым необходим профилактический осмотр. Так что пока не снимут все ограничения, игрушкам придётся скучать в тишине. Но когда эта ситуация завершится, здесь у нас обычно народа бывает достаточно. То есть проходимость большая. И поэтому, пока мамы сидят и ожидают приёма, хоть это недолго у нас всё по предварительной записи, но детки заняты. К слову, приезд гостей и нашей съёмочной группы пришёлся как раз на прививочный день. Пока врачи и волонтёры доделывали последние штрихи, маленькие пациенты, пусть их было и не так много, с любопытством изучали все атрибуты яркой площадки. С удовольствием к детям присоединились и их родители. А где яблочко? Яблочко. Вот яблочко. Класс. Положительные отзывы главных экспертов, как подтверждение того, что работу приняли. Значит, старались волонтёры. Не зря. Юлия Логачёва, Кирилл Рыбаков. Вести. Тамбов.